здравствуйте друзья золотой голос 3d news кирилл захарчук решил дать связкам отдохнуть и взял отпуск на ближайшие несколько недель а пока держать вас в курсе новостей из мира высоких технологий и видеоигр буду я орг подкастер век облачных сервисов и интеграции всего и вся мы как-то незаметно привыкли к тому что наши файлы различные приложения должны быть доступны на любой платформе в microsoft это тоже понимают поэтому корпорация продемонстрировала приложение компаньон для синхронизации смартфона с настольный windows 10 да да любого смартфона не только аппаратов под управлением мобильной винды но и айфонов с андроидами офис музыкальная библиотека skype и даже цифровой ассистент картана все это и многое другое можно будет настроить на одну волну независимо от того какая операционная система используется в вашем мобильном устройстве но все же ролик недвусмысленно намекает что какие-то преференции аппарата на windows phone все равно получит на родном японском рынке sony нарекла свой мобильный флагман xperia z4 а вот за океаном компания скромно окрестила его z3 плюс именно так будет называться международная версия смартфона которая поступит в продажу в июне по сравнению с фанфарами возвещавшими выход топовых предложений от samsung и lg анонс sony даже скромным трудно назвать выглядит так будто компания оставила попытки бороться за свою долю мобильного рынка но вернемся к z3 плюс такое название выглядит вполне закономерным внешне аппарат очень похож на z3 да и экран основная камера объем оперативной памяти и защищенный от влаги и пыли корпус изменились слабо из заметных нововведений стоит отметить процессор qualcomm snapdragon 810 вместо 801 а также 5 мегапиксельную фронтальную камеру кроме того новинка на 8 граммов легче и на четыре десятых миллиметра тоньше чем z3 правда и аккумулятору z3 плюс меньше 2900 миллиампер часов против трех тысяч ста у z3 в любом случае это ощутимо больше чем у galaxy s6 но одной только батареи недостаточно чтобы изменить расстановку сил среди флагманских смартфонов sony бы просто удержаться в игре но делать это с каждым разом становится все сложнее ради успешного рекламного трюка компании готовы тратить баснословные деньги чуть ли не изобретать велосипед недавно на этом поприще отметился производитель смазочных материалов кастрол его рекламщики наняли профессионального водителя посадили его в мустанг и вместо шлема выдали окулус рифт а затем заставили колесить в настоящей машине по цифровой трассе разумеется в итоговом ролике не обошлось без графики и бутафории но важно что система отслеживающее положение головы пилота и совершаемых им и автомобилем движений действительно была собрана и она действительно работала по большей части не так как задумано и с чудовищными расхождениями между реальностью виртуальным миром но попытку кастрол все-таки предприняла удивляться тут нечему ведь внутренние датчики окулуса или внешние трекеры иногда допускают ошибки даже при небольших движениях головы что уж говорить о целом полигоне и скачущем по нему дикому мустангу однако этот эксперимент позволяет заглянуть в будущее и помечтать о том времени когда виртуальная реальность станет такой же обыденной вещью какой сейчас являются домашние мониторы и проекторы больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал до встречи друзья